здравствуйте приветствуем вас на канале европлант life сегодня мы снова в ботаническом саду петра великого и продолжаем наш рассказ про сакуры после вишни сажата зацветает 2 сакура обычно она зацветает или одновременно или чуть раньше но вот сегодня она выглядит так думаю за нашей спиной вы ее можете увидеть и снова сегодня с нами юрий калугин научный сотрудник бенран и я думаю что он нам расскажет что-нибудь про это растение интересное да ну во первых это одно из любимых растений и объясню наверно почему дело в том что когда мы говорим о сакуре все воспринимают именно розовые деревья на самом деле если вы приедете в японию в марте в апреле месяце когда цветет сакура но 90 процентов растений это будет белоснежное растение то есть розовый цвет встречается не так часто и 90 процентов основных белоцветковых крупных шикарных таких вот растений это конечно то что за нашей спиной это пруна специоза или вишня прекраснейшая еще интересное одно название это ашимская сакура или ашимадзакура растение которое произрастает в японии других регионах но самое старое было найдено на острове дзима недалеко от токио сейчас ему примерно 800 лет то есть это как одно из достояния японии цветки во взрослом состоянии у этой сакуры довольно таки крупные довольно таки мощные и в японии есть такое понятие лучший цвет сакуры так вот лучший цвет сакуры это цвет именно этой сакуры это не просто белоснежный да даже вот наша с вами яблоня она все равно вроде как и белая но дает легкую розовинку поначалу здесь же распускается чисто белый такой молочно-белый ярко такого на самом деле потрясающе белый цвет который является фактически эталоном для сакуры к сожалению это растение практически у нас не продается его не бывает в продаже и даже в россии наверно в коллекциях она не присутствует кроме тех растений которые произрастают у нас здесь это подарок архитектора нашего японского сада ямада мидори который много много лет назад это дело нам подарила и уже больше десяти лет это растение находится на своем месте в парке в общем-то не обмерзает ежегодно цветет что приятно это довольно медленно растущие растения да то есть она при хороших условиях может достигать там восьми до двенадцати метров высоты но как видим здесь да вот за многие годы она удала совершенно небольшой прирост открою правда тайну что растение достаточно корявая да и время от времени раз в несколько лет мы обрезаем боковые ветки немножко формируем тем не менее вверх она не так быстро убегает что еще интересного про именно про эту сакуру во первых у нее съедобные плоды все-таки у сакур уже начинаются съедобные плоды в некоторых хотя бы то есть небольшой плодик около сантиметра в диаметре но тем не менее там хоть что-то можно уснуть у нас маленькие участки большинства людей мы как правило хотим чтобы что-то было не только красиво ну и пара а еще более полезно это то что цветки этого растения прекрасно идут засушенном виде в чай японцев заваривать действительно как такой чай сакуры достаточно ароматный вкусный и приятный и листья тоже от этого не отстают листья тоже съедобные и после цветения молодой рост молодые листья вовремя используется в различных кулинарных изысках японской кухни за этим растением я так чувствую стоит поохотиться думаю да да ну я надеюсь что мне возможно они мне появятся у нас когда-нибудь в продаже будем надеяться что возможно и ваш институт будет укоренять какие-то черенки и может что-то для прививок кстати говоря наверное именно это растение дала ну не основную на достаточно большой спектр а сортов сакур который в общем то сейчас довольно активно выращивается довольно много в европе и в америке прекрасно мы будем надеяться что хотя бы вы поможете нам приобрести какие-то эти растения у вас периодически функционирует магазин в котором много можно найти каких-то интересных очень уникальных растений надеюсь что когда-нибудь из сакура появится спасибо юрий спасибо до свидания до доброго а а и Субтитры подогнал «Симон»